На скамье подсудимых сейчас две бывшие сотрудницы перинатального центра, которые обвиняются в организации преступного бизнеса. Продажу младенцев в роддоме прокурора выявили в июне прошлого года. Расследование вело управление специальных прокуроров прокуратуры области. По результатам расследования были установлены шесть подпозреваемых по всем этим эпизодам. Из них двое подпозреваемых изъявили желание о заключении процессуального соглашения. По этим главным делам, по этим фактам. В результате было установлено, что из них, из этих четырех подпозреваемых, двое работали в то время медицинскими работниками в одном из роддомов города Шимкента. Одна женщина работала акушер-гинекологом, а вторая женщина работала заведующим отделением в этом роддоме. В ходе расследования были проведены сотни экспертиз, в том числе судебно-геномные по установлению истинных родителей детей. «Были изготовлены поддельные документы. Это связь о рождении детей, история развития ребенка, это многочисленная история развития ребенка, а также история родов. Эти документы были составлены на усыновителей, хотя их родители, то есть усыновители, фактически не рожали в этом роддоме. Роды были приняты в роддоме и в съемных квартирах города Шимкента. После этого эти посредники вступали между собой в контакты, они вступали в преступный сговор и организованной группой, эти два медицинс-работника, они совершали данное преступление». Расследование длилось почти год, следственные действия прошли в Шимкенте, Алмате, Таразе, в ряде районов ЮКО, где проживают усыновители. Материалы дела составили 46 томов. Судья Абинум Карабаев пояснил, почему прессу не допустят на процесс. «Уголовное дело рассматривается в закрытом режиме, так как здесь имеются факты усыновления, все мы знаем, что у нас усыновление, у нас имеется тайное усыновление, есть такое понятие, в связи с тем, что здесь могут быть нарушены права вот этих детей, которые были усыновлены, в связи с этим прессу на процесс не допускаем, чтобы не было утечки информации». Суд планируется вызвать порядка 90 свидетелей.